Они заросли травой, а в турниках и других каруселях растут деревья. В таком состоянии находятся минимум три детских площадки в районе гор-роща. Что примечательно, располагаются они недалеко друг от друга. В большинстве своем качели здесь отломаны цепочки, замотаны вокруг опор. Песок в песочнице есть, но тут давно все поросло травой. Однако здесь все равно играют дети. Тут и там лежат разные детские игрушки. А вечерами тут собираются взрослые, потому что лежат здесь игрушки и другие. И в таком состоянии находятся все три площадки. Родители с детьми эти места обходят стороной, а редкие прохожие отказываются, говоря, ну разве не видно? Следить за состоянием площадки, говорят юристы, должна управляющая компания. Вот только поговорить с представителями самой управляющей компании B3M-сервис не получается. Звонки здесь переадресовывают с одного здания на другое. А если звонить позже, то можно услышать гудки. Трубку на протяжении двух дней так никто и не взял. Дали только небольшой комментарий. Скорее всего, навряд ли вы с кем-то побеседуете, потому что каждый дом индивидуально к территории относится. У кого-то по фронтам находится приватизация, у кого-то спереди площадка с территории, у кого-то сзади. У каждого дома индивидуально. И также, получается, управляющая компания также обслуживает индивидуально каждый дом. То есть, только зеленую зону, то есть, спереди только зону сзади, спереди, либо там та же самая детская площадка входит в эту зону. То есть, каждый дом индивидуально территория. Она меньше на границе. На сайте дом Мин ЖКХ вовсе сказано, что у дома 21 по улице Братиславская детской площадки нет. То же касается и двух других домов. 19 по той же улице и 6 корпус 1 по Островского. Но качество детской площадки зависит и от самих жильцов, и от их обращений в ту же управляющую компанию. И если они делать этого не будут, то и статус на сайте никогда не изменится. В рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы может быть выполнен комплексный ремонт дворовой территории. Для участия необходимо решение общего собрания собственников помещений, согласие на софинансирование дополнительных работ, изготовление проектно-сметной документации, благоустройство дворовой территории и дизайн-проект. Также ежегодно администрации города Рязани утверждается порядок предоставления управляющим организациям ТСЖ субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий. Порядок находится в стадии разработки. Он будет опубликован на сайте администрации города. Решения об установке детского оборудования принимаются при согласовании собственников помещений по решению общего собрания. Софинансирование в размере 5%. Обратиться должна управляющая организация в управлении энергетики ЖКХ. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok